Ну вот так вот мы добираемся теперь до нашего гаража, чтобы хоть как-то посмотреть, что там происходит. Без резиновых сапог к гаражу не подобраться. По кооперативу номер 4 местами можно смело передвигаться на лодке. Вода течет не только между гаражами, но и внутри них. По словам председателя ПГСО номер 4, проблемы начались с того момента, как в городе закончили реконструкцию аэродрома. Специалисты допустили ошибку в проекте. Рельеф в этой местности так, что уклон в сторону нашего гаражного общества. Взлетной полосой новый, там водораздел определенный произошел. Та вода, которая раньше уходила в сторону 27-го, третьего кооператива, она сейчас идет вся к нам. После того, как снег начал активно таять, гаражи оказались в воде. Но проблема беспокоит собственников не только весной. В прошлом году посередине лета был приличный ливень. И у нас уже затопило не только этот блок, но и четвертый блок, который в начале гаража. И затопило так, что вода стояла на 30 сантиметров выше уровня пола. То есть и машины, которые там были, и вещи все, у некоторых там, ну, электро какие-то приборы, приспособы. Все замочило. Никто за это ответственности не несет. Семья Масловых с 2019 года борется с затоплением. С жалобами владельцы и председатели обращались и в прокуратуру, и в администрацию города. В первом случае им предложили подавать иск в суд о возмещении ущерба. Во втором пообещали взять ситуацию под контроль, но безуспешно. Обратившись письмом к Голубеву, значит, мы попросили, чтобы комиссия выехала на место. Вот, как сейчас в данный момент, посмотрели, что происходит, и приняли какие-то соответствующие меры. И приехали специалисты. И самое интересное, что специалисты приехали. Значит, нам в письме написали. Но это было только после того, как затопление произошло. Третий раз. На выезде проверку проводили специалисты ДГХ, ВНИЭФ, Саров, Гидромонтаж и ДЭП. 16 апреля 2020 года владельцам гаража пришло письмо с заключением. Администрации города Саров в адрес директора ВНИЭФ направлено письмо о принятии необходимых мер, исключающих подтопление территории. Указанный вопрос находится на контроле в департаменте хозяйства. Вот третий год подряд никаких результатов нет. Мы решили записаться лично на прием в главе администрации. Но началась пандемия, наше письмо приняли. Ну и потом посчитали, что, наверное, это не столь важный вопрос. Впрочем, вода стекает не только в гаражи. На минувших выходных в интернет Саровчанин выложил видео, где река размывает фундамент новостроя на Зернова 24А и течет ниже. За разъяснением ситуации мы обратились в администрацию города. Займутся ли специалисты проблемой затопления по ГСО номер 4 и какими путями ее можно решить, чтобы люди наконец смогли нормально пользоваться гаражами, расскажем в следующих репортажах. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков.